Всем привет, друзья! Сегодня ко мне приехал гость из города Альметьевск. Тоже купил автомобиль BMW 3 серии, тоже такой же, как у меня, 318i. Купил он данный автомобиль за 1 300 000 рублей, просили у него 1 350 000, сторговался, купил за 1 300 000. Кто помнит мой первый обзор на мой автомобиль, я свой автомобиль покупал за 930 000 рублей. Но, друзья, с тех пор уже многое изменилось, прошло какое-то время. Практически такая же машина уже стоит на 400 000 дороже. Но не все так просто, в этом автомобиле есть кое-какие доработки, здесь меньше пробег. При покупке автомобиля здесь все-таки пробег был 104 000, у меня было 122 000. Машина здесь укомплектована всеми колесами, и зимние колеса есть, и летние колеса есть. Я сейчас возьму камеру, буду показывать состояние этого автомобиля, свой автомобиль покажу. И буду рассказывать, сколько вложил Радим в свою машину после покупки автомобиля. А вложил он, по сути, немного, он поменял тут всего лишь моторное масло, масло в коробке, фильтра, и все, что не скажешь о моей машине. Сразу скажу, состояние у этого автомобиля лучше, чем у моего. Когда я покупал машину, у меня было много нюансов. Вот это моя машина. У меня были сколы вот на заднем крыле, был скол на переднем крыле. Передний бампер у меня был матовый уже, зеркала матовые были. Фары, в принципе, в хорошем состоянии. Да, есть сколы, но не такие сильные, как у меня, по крайней мере. Краска тоже сохранилась лучше, машина блестит, нет такого, как у меня. Зеркало, конечно, чуть-чуть мутное, но у меня сильнее. Если вот посмотреть. Когда я свою машину покупал, у меня пробег составлял 122 тысячи. На сегодняшний день у меня уже пробег 130 тысяч километров. Тоже на лобовом стекле есть трещина. Новый владельц заделал уже эти трещины, остановил, вот ему тут просверлили. И с этой стороны просверлили, и с той стороны просверлили. Есть тонировка по кругу. Для меня остается загадкой, как с тонировкой человек поставил машину на учет. В Татарстане у нас с этим обычно строго. А ты номера оставил, получается, да? Да, со своей старой машиной взял. Со своей старой машиной. И знаете, что самое интересное? Владелец этого автомобиля пересел с Гранты. И он просто счастлив, ему машина очень нравится, он прям доволен. Но, сами понимаете, с Гранты пересесть не просто на иномарку, а сразу на BMW, хоть и трехцилиндровый, это вообще в радость. То есть, лично я замечаю, что мне уже мощности не хватает. Но вот владелец говорит, что ему его все устраивает. Но тут есть одно но. То есть, уже вносили изменения в эту машину. И у меня есть подозрение, что, возможно, тут есть чип-тюнинг. То есть, прошивали машину под большую мощность. Потому что тут вырезан был катализатор. Сейчас я покажу, что сюда приварили. Вот сейчас открыли капот. Я сейчас покажу. Вот. Видите? Какая тут труба блестящая, красивая. У него вырезали катализатор. Я сейчас покажу, как должно быть с завода. А это уже моя машина. Вот можете посмотреть, как на самом деле должен выглядеть тут катализатор. Вот видите? Банка побольше тут. Вот я уж называю так банкой. Подкапотное пространство, конечно, у меня грязнее. Я мыл один раз только, как купил машину. Зимняя резина у него на литых оригинальных дисках. У меня был один комплект. Дисков на летней резине, убитой резине. У владельца есть также еще один комплект колес. Это летние колеса 18-го радиуса с резиной, правда, Viatte. Резина почти летняя новая. И зимняя, в принципе, тоже в очень хорошем состоянии. Опять же, мне пришлось еще покупать на свой автомобиль зимнюю резину. Потом мне пришлось по кругу менять тормозные колодки и тормозные диски. Тут диски тоже, кстати, уже выработка приличная. Диски чистые, в отличие от моих. Я свои помыл, почистил химией специальной. Это задние диски. Хорошая выработка. Скорее всего, надо будет уже скоро менять задние диски. Вот что самое интересное, друзья. Вот вроде бы BMW, но вот сюда палец влезает. Вот здесь тоже, смотрите, какие щели. Состояние радиаторов тут лучше, чем у меня. Ну и посмотрите на мой радиатор, в каком состоянии. Состояние моего радиатора, конечно, да, плачевное. Сейчас посмотрим нижний радиатор. Радим, где у тебя нижний радиатор? Здесь есть дополнительный радиатор у меня. С этой стороны также заглушка. А у того автомобиля с обеих сторон заглушка. Вот это очень странно. Видите, здесь заглушка, а радиатор-то он есть. К сожалению, отсюда он не пролезет, не показать камерой. Но радиатор есть, радиатор забит снегом. Возможно, ему меняли вот эту решетку, вот эту решетку. А эту решетку уже от 320. Потому что на 320-х тут не бывает отверстий. После Гранты, как тебе вообще BMW? Вообще, я хотел сказать, я уже со студенческих годов мечтал о такой машине, как BMW F30. Первая машина у меня была Lada Granta 8-клапанная, 87 лошадей, комплектация стандарт. У меня даже усилителя руля не было. Как только я его приобрел, я вот только сел на него за руль, я сразу почувствовал вот этот вот кайф немецкого автомобиля. У ребят, некоторые ходят такой стереотип, то что если вы сели на BMW, значит эта машина затратна, она ломается. Если вы, ребята, не покупаете автохлам, который измученный, да, некоторые покупают такие машины. Потом она ломается и начинает в форумах писать то, что машина BMW это ненадежная машина и так далее. Самое главное, это качественно обслуживать машину. Если вы ставите неоригинальные запчасти, то сама суть, сама харизма BMW пропадает. Старайтесь ставить качественные запчасти, обслуживать ее и машина вам всегда будет предоставлять только радость. У тебя тормозные накладки Brembo. Да? В накладке тут Brembo стоят. Будем менять. Молодые ребята, которые мечтают о данном автомобиле и появляется вариант, ну, если даже полтора литровый двигатель, не бойтесь его, берите его. Мне кажется, первый раз вам будет просто достаточно. Вы же не будете всю жизнь на ней ездить. После этого сядете уже на двух литровый дизель. Ну, а так, для начала полтора литровый это будет для вас идеально. Радим, ты же хотел Toyota купить. Расскажи, почему ты купил все-таки BMW, а не Toyota? Я искал три месяца машину, я голову ломал. Я вот, я хочу себе BMW, посмотрел миллион обзоров, которые есть на YouTube. В основном 320, 328. И натыкался на такие комментарии, то, что зачем она нужна там. Ну, опять же, есть такие люди, которые вот не владеют данным автомобилем и высказывают свое мнение. У меня уже желание, как бы сказать, пропало, я уже не хочу у меня, ну, как-то вот бывает такое. Я начал смотреть, мне говорят друзья, знакомые друзья, они говорят, бери Toyota, она надежная, она классная машина. Я начал искать 40-ку, 50-ку. Проходит время, я опять перегораю, опять нахожу какой-то отзыв там или объявление там, не знаю, ну, как, сколько людей, столько и мнений. Потом я искал Optima, хотел Optima взять, где-то в пределах полтора миллиона, но опять же, смотрю, они таксисты. Почему ты все-таки купил вот трехцилиндровую машину, тем более BMW? Получилось так, это получилось спонтанно, мне предложили данный вариант. Полетел туда, взял сразу с собой специалиста своего знакомого, очень хорошего. Когда мы приехали, она была предварительно уже осмотрена толщиномером, все было проверено. По автотеке тут мне сразу показали лист, там все просто по зелени, один хозяин, один владелец, даже пачку квитанций, где он обслуживал машину, все чеки, все это было. У меня был вот этот стереотип, полторашечный двиган, я думаю, блин. Три цилиндра, наверное, да? Да, три цилиндра. Я такой, уже, как бы сказать, расстроился, можно сказать. Ну, ну, полторашечный, ну, опять же, в интернете смотришь, читаешь чужие мнения, смотрю, состояние просто, ну, красивая машина, да, цвет еще какой. Вот, я прям уже этот, давай поедем, сел, завел ее. Ну, я сидел, конечно, в BMW, только в пассажирском сидении, я этот, ну, все равно комфорт есть такой вот. Ты за рулем, получается, ни разу не сидел. Да, вообще ни разу не сидел, но я представлял, как это офигенно, потому что те, которые владельцы на BMW, они всегда говорят, да, кайфово, машину комфортно, кайф. Я поехал, поставил на драйв, выезжаю, я в этот момент, я понял в тот момент, что я ее заберу, вот, прям вот, реально. То есть, ты, получается, машину все купил на эмоции, да? Да, я ее взял на эмоции, но я думаю, я не пожалею об этом. Изначально стоимость этого автомобиля, стоимость была миллион триста пятьдесят тысяч. Почему миллион триста пятьдесят тысяч? Продавец дополнительно хотел продать мне эти диски за пятьдесят тысяч рублей, но мы с ним переговорили. В общем, он мне отдал бесплатно. Но еще сделал скидку пятьдесят тысяч. Да, да, еще сделал скидку пятьдесят тысяч. Кто-то скажет, что это дорого. Миллион триста, трехцилиндровый двигатель с пробегом сто четыре тысячи. Но такие варианты сейчас, на данный момент, в наше время, очень тяжело найти достойный вариант. Каждый человек, у которого есть мечта приобрести данный автомобиль, подвержен людскому мнению, я хотел сказать. Вот мы интересуемся у своих родственников, друзей, да, у которых сроду не ездили на немецких автомобилях. Они говорят, зачем она тебе нужна? Она много жрет, она там дорога в обслуживании. Машина, которая доставляет тебе удовольствие, она стоит любых денег. Это мое мнение. Посмотрим, как она себя покажет, именно трехцилиндровый двигатель. Покупкой я доволен. В отличие от моей машины, тут владельству еще не пришлось вкладываться, кроме того, как заехал на седьмое ТО к официальному дилеру. Отдал 18,5 тысяч рублей за замену масла в моторе. Также ему отрегулировали фары, поменяли фильтра, ну и еще несколько видов работы. Все работы увидите на экране. Также он поменял масло в коробке. Купил 7 литров масла ZF, оригинального масла ZF. Купил поддон с прокладкой и с болтами. Замена ему обошлась 24 тысячи рублей. Также ему сделали адаптацию коробки. Это все, что он потратил. Я покупал свой автомобиль в июле. Человек уже в ноябре, в начале ноября автомобиль купил за миллион триста. Разница во времени и все-таки в состоянии автомобиля. Редактор субтитров А.Семкин